Это плиты, электросковорода, параконвектор 10 уровней. О таком параконвекторе повара не могли и мечтать. Подобие кухонной мультиварки, он может готовить все, от каши до борща, в больших объемах и в короткие сроки. Шкафы для пирожков, картофелечистки и многое другое. Повара с гордостью показывают проверяющим каждый агрегат. Одного оборудования здесь на 7 миллионов рублей. Пищеблок нового хирургического корпуса строили на базе старого. На все ушло чуть более двух лет. Пришли, разобрали все, что можно, оставили стены, расширили его, достроили, привели в соответствии с анпинами, с нормами, закомплектовали оборудование и вот то, что вы видите, это мы все сделали. Отдельный цех для рыбы, мяса, кондитерских изделий. А подвальное помещение отдано полностью под холодильное оборудование. Трехэтажный пищеблок ждет, не дождется своего часа. У нас объект готов на 100%. В настоящее время мы передаем имущество от городской, от комитета по управлению имуществом, городской больницы, городской клинической больницы. Этот процесс недолгий, в течение недели мы его завершаем. Пока шло строительство, еду больным приходилось готовить на базе третьей городской больницы, что в переулке Уралова, и доставлять сюда. Теперь все сосредоточено в одном месте. Новый пищеблок сможет накормить разом 650 больных. Такого подарка ко дню медика врачи ждали и по другой причине. Сдача нового корпуса для меня это уже знак, знаковое событие, это предвестник того, что вот тот основной корпус, он будет в ближайшее время сдан. Потому что это неразрывные, собственно говоря, два подразделения, звенья вот этого хирургического блока. И я уже так чувствую, что боюсь я суеверно о том, что это, наверное, должно уже произойти в ближайшее время. Подрядчики уверяются, сдачей нового хирургического корпуса тянуть не будут и называют примерную дату открытия – конец июля 2015 года. Регина Сорокина, Михаил Величкин, программа «Город».